Всем привет, с вами Милана и сегодня у меня будет обзор пустых баночек, скопившихся хоть и немного за последнее время. Всем желаю приятного просмотра! Также напоминаю, что вы можете подписаться на мой канал, ссылка на другие каналы в описании к ролику. Начну с мицеллярной воды, которую я покупала в фикс прайсе. Мне она, кстати, понравилась, ну как бы нейтрально, все нормально было, никакого раздражения. Мицеллярная вода с цветочной водой, экстрастом манго и витамином С. Большая такая бутылочка, 600 мл объем. В общем, понравилась. Классно было пользоваться, не жалела. В общем, я всегда не жалею мицеллярную воду. Снимаю сначала мицелляркой, затем пенкой. Кстати, утром особенно пенку люблю. Закончилась пенка Эксе. Покупала, по-моему, в Литуаль. Еще где-то вижу, но у нее такая неприметная упаковка. Постоянно я вижу, но всегда забываю, где я приобретаю этот бренд. Также от Эксе я пробовала мицеллярную воду, она мне тоже понравилась. Не содержит спирта СЛС-парабенов. В общем, нейтральная, бюджетная пенка. Ничего плохого с кожей она не сделала. Все понравилось, могу рекомендовать и могу, кстати, повторить. И закончилась у меня Шведиш СПА. Это масло для тела от Арифлей. Как мне понравилась одушка. Такая, знаете, нейтральная и минерально прохладная. И какая-то такая уютная. Обожаю, просто обожаю. И само масло, оно заявлено как сухое масло. То есть оно быстро впитывается. С ним не подделаешь особый массаж. И действительно, у него огромный просто расход. Его наносишь, оно сразу практически впитывается. Но в течение всего дня и даже больше кожа остается увлажненной. Такой приятной, мягкой, бархатной. Вообще, мне очень понравилась данная линейка. Покупала я со скидкой. Как-то она мне вышла. В общем, довольна. Но большой расход у этого масла. В общем, хочу еще от Арифлей попробовать Олео. Нет, Элео масло для волос. В общем, линейку для волос. Потому что кондиционер мне очень понравился. В общем, классное масло, но расход большой. Для волос у меня такой был пробник. Моя парикмахер дала мне, ну, сделала стрижку, помыла волосы. С применением шампуня для волос окрашенных. Color Obsessed называется. И дала пробник в использовании. Ну, с одним применением. Не особо-то скажу, что что-то с волосами стало лучше. Но когда в комплексе сделала на стрижку, уложила укладку. В общем, волосы были как будто до всех окрашивания. Крашу я волосы достаточно долго. Буквально, наверное, с 22 лет примерно. По таким причинам, что появлялись седые волосинки. Сначала их было немного. У меня, у папы, очень много седых волос. Тоже достаточно рано они начали появляться. И вот у меня такая же проблема. С данным уходом, шампунем, волосы были такие рассыпчатые, живые. Как будто их никогда не красили. То есть, настолько натуральный и красивый вид у волос был. Я просто была в восторге. Но читала отзывы. И вот хочу как-то перейти на матрикс. Но пока не знаю, какую линейку взять. И если вы пользовались матрикс, напишите, что вам понравилось, что подошло, что вы вообще знаете. И я смотрела на розовую упаковку Keep Me Love It. Но не знаю, какую брать. Еще мне зеленая нравится. Еще у меня закончилась маска для лица, тканевая, консли, папайя. Такая базовая маска. По-моему, я брала даже по 38 рублей такую маску. У меня их много. Напитанность не растекалась она особо. Запах. Ну, запах приятный, но немножечко, чуть-чуть химозный. Да, пахнет вкусно папайей. Сам фрукт папайи я обожаю. Для меня это фрукт, как морковка вместе с дыней. Так я для себя характеризую вкус и аромат папайи. В общем, маской я осталась довольна. Но без вау-эффекта. Все в пределах нормы таких тканевых масок. Также у меня еще закончился такой маленький треугольничек скраба. Сода ампула My Beauty Week 7 Days. 7 Days, да. В общем, это скраб. Я его использовала, причем еще в июле, когда была в бане. Бабушка в бане парилась и решила проскрабироваться, потом загорать. И в общем, классно он так массирует. Прям равномерные частички соды, массаж, кровоток улучшается. В общем, понравилось. Но я не любитель каждую неделю использовать такие средства. Скорее всего, как исключение. Ну, буквально раз в два месяца я могу это использовать. Больше всего я леплю для лица именно микро пилинги, микро пудры. Данная, в принципе, такая маленькая малютка. Я покупала в Магнит Косметик. Еще у меня ночная недоиспользована. То есть, вот этого хватило мне на одно применение. А ночную маску фиолетовую такую в треугольнике, она у меня растянута на два. И вот все она ждет своего часа, чтобы ее допользовать. Кстати, применяла. Мне, в принципе, понравился эффект. Но я не особо поняла, какой он выраженный. Просто он увлажнил кожу и как-то напитал. В общем, повторю, скажу уже в пустых баночках о фиолетовой ночной маске. Далее, для бытовых нужд, а точнее для протирания телефона, который я протираю каждый вечер, когда возвращаюсь домой, мне нужно обязательно протереть спиртом телефон. И вот деколон ажен в этом и в других каких-то нуждах мне помогал. Классный аромат. Цитрусовый, сочный, взрывной, бодрящий. Иногда вот хочется вот какой-то вот бодрости. Нанесешь на руки, вот так на шею приложишь и прям кайфуешь. Это, конечно, недолгое звучание, но отдушка аромата, самая композиция. Классный аромат от Новой Зари, одеколон от Новой Зари. В общем, повторяю, уже, не знаю, у меня третья баночка будет в использовании. Нравится мне больше, чем просто куречные лосьоны, потому что здесь больше как-то таких бодрящих нот. И, в общем, мне больше понравилось, менее воды тут добавлено. Вот так скажу. Для лица у меня закончился крем. Он универсальный и дневной, и ночной. Это Сенситив Плюс Дуа Дуал Коллаген Крем. Он подходит для чувствительной кожи, он успокаивает. Но у меня иногда склонны к чувствительности кожи. В принципе, я не заметила, что она у меня этим летом как-то прям супер покраснела, там ли что-то чесалась. Нет, действительно, нейтральный крем, он помогает так снивелировать какие-то вот эти перепады. Без АСПФ, но и подходит он и на день, и на вечер, и вечером, когда ложитесь спать. То есть, не жернет волосы. Мне это тоже понравилось. Вообще, базовый такой хороший универсальный крем. Энью от Эйвен, именно Сенситив Плюс. В общем, довольна. Но сейчас у меня открыты другие баночки от Эйвен. И, в принципе, я могу повторить данный крем, но хочется пробовать еще что-то. В общем, для себя оставлю заметку, что он мне подошел и понравился. У меня, кстати, склонная к жирности эта зона. Он нейтрально как-то обходился. То есть, не было ни пересушенное лицо, ни перевлажненное, ни жирное. То есть, вообще, вот хороший крем. Также у меня закончилось средство, то есть, помада для губ, оттенок 102. А ты, Фраше, ему уже, не знаю сколько... Нет, это оттенок... Так, 34103, 103 получается. Такой вот оттенок. Красивый цвет губ. Он и насыщенный, это матовая губная помада. Мне идеально подходила. Уже просто тут... Ну, вот кажется, что он полный. На самом деле, там просто уже выскребать нечего. И сам он уже испортился. Вот этому маленькому... Маленькому... Такому малютке, в общем. Ее уже года, наверное, 4. И я все хочу купить и купить. Но все пользовалась и пользовалась. Он был бесконечный. Но у меня много помад. Выручал меня всегда. И эффект на губах. Хоть это и матовая помада, но она никак не сушит. Да, она не фиксируется на губах. Но мне это даже нравилось. Мне нравилось поправлять макияж. Ну, как бы и не часто я его поправляла. Утром и вечером в течение дня. Все. Вообще супер. Не пересушивай. Вот у Ифраши мне нравятся. Губные помады, карандаши для губ. Они, да, не бюджетные. Но по каталогу онлайн можно купить, в принципе, бюджетно. Но я все еще не дорвалась заказать. Очень надо как-то заказать. В магазине, конечно, это не особо бюджетно. 1200, по-моему. По каталогу, наверное, дешевле как-то будет. В общем, довольно. Искренне, искренне довольна. Закончились лаки. Это все из косметики. Далее у меня будет 3 чая. И на этом мои пустые баночки подходят к концу. Постоянно я покупаю от Stellar. Это гель. Верхнее покрытие. Да. С эффектом гель-лака. Верхнее покрытие с эффектом гель-лака. Вот у меня заканчивается на таком уровне примерно. И все. Уже начинает пузыриться. Я, конечно, хочется допользоваться до конца. Но уже убираю. Пользуюсь обычным лаком. То есть не гель-лаком. Мне не нравятся гель-лаки. Я люблю менять маникюр. Люблю стереть. Перекрасить. В общем, а вот это поход на месяц куда-то сидеть, где-то кто-то пилит, не так спилит. Я-то терпеть не могу. Поэтому пользуюсь лаками. И в принципе я довольна. Вот иногда у меня вот это верхнее покрытие. Просто гель. Нелкер. И гель-терапия 9 в 1. Также от Стеллари. Укрепление. И верхний топ для ногтей. Вот этот, кстати, он более такой, более стеклянный эффект дает. И быстро, кстати, они засыхают. Как-то прям... Ну, хорошо выглядят ногти. Не знаю. Вот у меня сегодня... Я вчера делала маникюр. Наносила вот это 9 в 1 терапия. Ну, блестят. Обязательно всегда сверху я покрываю топом. А это у меня закончилось. Это Step in Style Color. Это база. Она вот тоже на таком уровне уже плохо становится. Скисает или что-то происходит. Когда наносишь лак, он пузырится. То есть, сколько бы ни просушивала, пузырится потом. И уже тянется. Поэтому выкидываю. Хватает реально надолго. Если верхнее покрытие, оно заканчивается быстрее, то базы хватает прям дольше. Чуть ли не в полтора раза. В отличие от верхнего покрытия. Такое нанесешь когда покрытие. Матовый эффект немножко. Лак лучше держится. Как-то ложится аккуратнее. И не окрашивает ногтевые пластины так сильно. Если без базы. То есть, для меня накрасить ногти это маникюр, который делаю сама. База, потом цветной лак. И уже верхнее покрытие. Получается у меня цветного всегда два слоя. Получается всего четыре слоя. Ну, всех лаков. Я привыкла, мне нравится. В общем, так пользуюсь. И закончился у меня чай. Решила попробовать такие вот чаи. Монти. Как я прочитала, что это производитель Новосибирск. Новосибирская область. И, в общем, довольные чаями. Они как-то бюджетно вышли. Были в фольгированных пакетиках. Такие бумажные. 25 фильтр пакетов. Данный чай со смородиной и мятой. Ну, немножко не совсем прям натуральное. Но это все ароматизаторы, да. Такая одушка получается. Вкусно. Черный чай обожаю. Но, конечно, если сравнивать с Юнити и Тарлтон, которые я люблю. Здесь немножко, чуть-чуть похоже, ну, по одушке, да. Но все равно-то вкусные чаи. То есть, всегда тянется рука. То есть, здесь не будет много одушки. Прям, чтобы прям такой вау-фит был. В меру, но приятно. Вкусные, спокойные такие чаи. Баночки огромные. И вот этот черный чай с лимоном и медом. Тоже вкусно. Особенно, когда добавишь еще лимон. Ну, как-то так интересно. Одушка меда и вкус прям чуть-чуть напоминает мед. В общем, мне понравилось тоже. Ну, прям, чтобы повторить. Да, возможно, я повторю. Они, в принципе, по-моему, до 100 рублей даже стоили. Вот. Пакетики я, кстати, выкладываю отдельно. Потому что вот такая пирамида еще из других чаев на столе у меня смотрится не совсем аккуратно. И последнее. Чай это Юнити. Черный чай, клубника. Очень мне понравилась клубника. Люблю делать чай с сахаром и лимоном. И тоже получается такой чайный напиток. И вот идеально. В общем, идеальная композиция такая для меня. Крепкий черный горячий чай. Лимон и сахар. Особенно по утрам. Это прям кайф. А душка клубники. Причем достаточно неплохая. Не химозная. Не какая-то прям супер, такая, знаете, переслащенная, пересахаренная. Нормальная. В принципе, мне понравилась. В общем, повторю, если захочу. Но, в общем, довольна была от этих чая. Всем спасибо за просмотр. На этом мои пустые баночки подошли к концу. Пишите, чем вы пользуетесь, что вы любите. Может быть, чай какие-то подскажете мне. Какие-то лаки, верхние покрытия. Я их прям ищу достаточно хорошо, чтобы это был как гелевый эффект. Ну, всем желаю мира, любви, добра, спокойствия и вообще вдохновения какой-то отдушины для себя, для, ну, в общем, для родных. В общем, не знаю, всего самого хорошего желаю вам. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok